argis онлайн видео урок авторизации создания карты в рамках данного видео урока будут рассмотрены следующие вопросы вход в систему в том числе через сторонние сервисы вкладка ресурсы создание карты выбор базовой карты добавление слоев и работа с ними сохранение карты настройка общего доступа вход в систему прежде чем приступить к работе на сервисе argis онлайн первоначально необходимо авторизироваться на сайте для этого мы переходим на сайт 3w argis.com и нажимаем кнопку войти для входа на сайт необходимо ввести имя пользователя учетной записи и пароль если у вас отсутствует учетная запись на сайте нажимайте кнопку создание учетной записи следуйте инструкциям также на сайте можно авторизоваться и зарегистрироваться с помощью сторонних сервисов таких как facebook google и другие при успешной авторизации вы увидите главную страницу вашего личного кабинета вкладка ресурсы вкладка ресурсы содержит все созданные вами приложения картосхемы чтобы перейти в нее нажмите на слово ресурсы верхней панели навигации в этой вкладке будут сохраняться все ваши карты свои приложения и файлы вы можете создавать папки с определенными приложениями для упрощения навигации например при разработке крупного проекта для этого нажмите кнопку создания новой папки придумайте название и нажмите ok здесь вы сможете сохранять определенные картосхемы которые будут выполняться в рамках одного проекта например мы здесь будем сохранять все карты которые будут выполняться в рамках этого видеокурса также и имеется возможность удаления папок редактирования и так далее также вы можете сортировать файлы по типу элемента переходим во все ресурсы и допустим нам необходимы только карты в фильтрах тип элемента мы выбираем вкладку карты и у нас отображаются исключительно созданные нами карты если мы хотим увидеть созданные приложения мы нажимаем во вкладку приложения и у нас отображаются исключительно созданные приложения создание карты чтобы создать новую карту в панели навигации нажмите на слово карта в случае если до этого момента вы уже работали с картами у вас откроется ваша последняя карта в данном случае вам необходимо будет нажать на вкладку новая карта создать новую карту внешний вид карты определяется настройками учетной записи а также размером окна браузера стартовая карта может показывать только территорию сша европы или всего мира как в нашем случае на карте только один слой базовая карта которая предоставляет картографический контекст подбор базовой карты в аргиз онлайн вам предоставлен набор из более чем 20 различных базовых карт подбирайте базовую карту исходя из ваших требований и обстоятельств например перед нами стоит задача картографирования городской среды бреста давайте детальнее рассмотрим предложенную нам карту в данный момент вы можете сами найти на карте необходимый вам объект или воспользоваться поиском мы же сами найдем необходимый нам объект исследования город брест на данной карте мы видим что на территории города обозначены исключительно главные дороги и магистрали такая карта нам не подходит для работы на территории нашей страны мы рекомендуем использовать карту open street map которая является наиболее удобной конкретно для нашего города вы можете использовать базовые карты в зависимости от ваших требований в том числе спутниковые снимки для выбора необходимой вам карты просто щелкните по ней и посмотрите какая карта будет наиболее удачная в конкретном исследовании мы же остановимся на open street map добавление слоев и работа с ними базовая карта является фоном для интерактивных карт на которых слой за слоем можно добавлять новые элементы количество слоев может быть различным в зависимости от требований приложения над которым вы работаете для добавления нового слоя нажмите вкладку добавить добавить слой из файла и выберите файл выберите необходимый файл нажмите кнопку открыть импортировать слой выбираем тип отображения мы выберем исключение выбирать тип отображения выберем тип отображения выбрав необходимый тип отображения нажмите кнопку готово как уже указывалось ранее вы можете добавлять несколько слоев на одну карту для добавления нового слоя как и прежде нажмите добавить слой из файла и выберите файл, импортировать слой. Выбираем тип отображения. Мы выберем исключительное местоположение и нажимаем кнопку «Готово». Также вы можете выполнять различные действия со слоями. Для этого нажмите на три точки и выберите, что вы хотите сделать. Можно настроить прозрачность слоя, переименовать слой, опустить его ниже, удалить и так далее. Также вы можете временно скрыть слой, не удаляя его, если в данный момент времени он не нужен вам для выполнения работы. Для этого просто уберите галочку возле названия слоя и он будет скрыт. Чтобы вернуть слой, нажмите галочку «Обратно». Сохранение карты. Для сохранения созданной карты нажмите кнопку «Сохранить». Придумайте название. Обязательно введите теги. Это поможет при поиске карты по ключевым словам во вкладке «Ресурсы». Для сохранения тега нажмите кнопку «Ввод». При желании вы можете добавить описание карты и выбрать папку, в которой карта будет сохранена. Нажмите «Сохранить карту». Наша карта сохранена. При создании нескольких похожих карт вы можете использовать инструмент «Сохранить как». Допустим, нам необходима карта с отображением кварталов и улиц. Мы только что такую карту сохранили. И две карты, где отдельно будут отображаться исключительно кварталы и исключительно улицы. Чтобы сохранить карту исключительно с улицами, мы убираем отображение кварталов, нажимаем «Сохранить» и «Сохранить как». Называем карту улицы и сохраняем в той же папке видеоуроки. Чтобы сохранить карту исключительно с кварталами, мы убираем отображение улиц, добавляем отображение кварталов, «Сохранить», «Сохранить как» и переназываем карту в кварталы. Чтобы проверить сохраненные карты, переходим в «Мой профиль», вкладка «Ресурсы», папка «Видеоуроки». Как мы видим, сохранены три наши карты – кварталы, улицы, кварталы и улицы. Настройка общего доступа. После создания карты нам необходимо ее опубликовать, если вы хотите, чтобы ее увидели все. Для этого нажимаем на название карты, которую мы хотим опубликовать, «Сохранить». Заходим в вкладку «Общий доступ» и выбираем «Для всех». «Сохранить». Чтобы поделиться ссылкой на карту, нажмите на клавишу «Ссылка» и скопируйте данную ссылку. Если вы хотите поделиться картой через Twitter или Facebook, вы можете быстро это сделать, нажав на соответствующую клавишу. Видео было создано в рамках разработки электронного учебно-методического издания «Аргиз онлайн. Веб-карты и веб-приложения. Географический факультет. Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. 2020 год».